привет друзья я рад приветствовать вас на канале капитан герман у нас очередное утро очередного дождливого сезона но про это я расскажу вам немножечко попозже пока мы сделаем с вами выпуск такой обычная бытовуха как мы живем на лодке что мы делаем какие проблемы у нас есть ну и вообще немножечко рутины ну что готовы поехали но прежде чем мы с вами начнем выпуск давайте я вам расскажу немножечко как устроена наша планета вы думаете что экватор это постоянное солнце классная погода наверное вы все-таки ошибаетесь потому что если вы говорите про такую солнечную погоду это все-таки тропический климат который идет немного выше или ниже экватора то есть до тропика козерога либо тропика рака это тропический климат там где солнечная погода это зона высокого давления что же касается экватора это зона низкого давления как мы знаем низкое давление это у нас идут дожди высокое давление это солнышко и хорошая погода итак мы с вами находимся сейчас на экваторе то есть в зоне низкого давления поэтому количество осадков здесь просто жесть и с этим связано много проблем например с той же плесенью на лодке но об этом мы расскажем вам отдельно как мы с этим боремся пока давайте просто запомните что если это экватор это дожди это зона низкого давления если это тропический климат который идет там до двадцатых градусов то это зона высокого давления хорошая погода давайте теперь я вам буду рассказывать о том как же мы живем и так началось все с того что когда я делал кофе наша кофе машина сказала что ее пора чистить но так как мы здесь не можем купить нормальную химию мы справляемся яхтенной то есть той которая у нас есть но давайте об этом немножечко по порядку допиваем чашку утреннего кофе и погнали мыть кофеварку я вам покажу как это делается очень просто и не сложно и так вот наша кофе-машинка запускаем и смотрим у нас загорелась лампочка клин это значит что машинку нужно помыть но так как обычно ты идешь в магазин покупаешь просто декальцинатор но у нас такой опции нет поэтому мы будем справляться теми средствами которые у нас есть на лодке и так у нас есть вот такая штука alkaline membrane cleaner alkaline это щелочь и используется она для чистки мембран опреснителя но так как будем считать что наша кофеварка это опреснитель будем мыть и вот этой штукой делается очень просто смотрим на пропорцию которую нужно разводить данную химию открываем видим такой белый порошок для того чтобы его нормально развести мы берем обычный термос и будем в нем разбалтывать этот порошок с обычной водой итак воды налили закрываем крышечку и начинаем его трусить наша задача сделать так чтобы этот порошок растворился кстати говоря он же очищает всякие накипи поэтому внутри термос будет супер красивый и чистый ум это делаем не первый раз поэтому будет вот сейчас это все в нашей кофе-машинке теперь это все выливаем в машинку предварительно убираем фильтр так сюда ставим корыца и дальше нужно сделать так здесь в инструкции написано что нужно зажать вот эти две кнопочки и одновременно нажать кнопочку включения делаем еще нам иногда задают вопрос когда вы уже куда-либо пойдете я вам хочу напомнить что во всем мире есть к вид если в вашей стране его нету то наверное вы живете не на этой планете многие страны закрыты есть страны на карибах которые открыты но во первых нам туда не нужно ходить просто потому чтобы не стоять на месте для людей которые сделали уже полторы круга светки мотивация ну так себе то есть мы идем туда куда нам нужно когда эта акватория будет открыта мы берем руки в ноги и понеслись до этого момента мы будем ждать может мы еще по яхтим где-нибудь вот здесь когда решим вопросы с нашей электроникой этим мы занимаемся сейчас но пока вот у нас есть наша локальная экватория отсюда мы ведем свои выпуски ну что ладно идем дальше у нас начинает начинает мигать лампочка clean и сюда начинают сливаться все непосредства из нашей машинки ну все теперь мы ждем окончание когда закончится данный цикл и у нас будет опять чистая машинка вот такая несложная задача занимает где-то минут десять наверное может даже чуть меньше она промывает там кипятит ждет в общем у нее есть свой цикл очистки и потом здесь остается такая желтая вода машинка у нас чистая все вот у нас машинка теперь чистая лампочка клеем потухла и вот увидите какая тут желтая вода это все что внутри там накопилось это все слито здесь вам всякие кусочки химии мы это все промыли теперь можно пользоваться машинкой опять и готовить себе вкусный кофе как я вам говорил мы находимся в зоне низкого давления и здесь бывают помимо вот таких вот дождей которая вот такая вот какаха капает на голову здесь еще проходят грозы поэтому давайте я вам покажу прямо такую нормальную грозу которая у нас прошла и прямо было серьезно страшно смотрите вот сейчас здесь дождя нет и вот прямо видно как идет полоса дождя потом вот особенно чуть дальше она сейчас приближается приближается и вот будет все больше 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 а вот здесь вот это вот большая черная туча и и и вот видно конец то есть она вот проходит выливается и идет следующее ну и вот эта тучка пришла уже к нам смотрите как красиво вот такой вот у нас тут движняк друзья не забывайте пожалуйста подписываться на канал потому что для нас это очень хорошая мотивация когда мы видим цифру которая увеличивается мы понимаем что вы смотрите мы понимаем для чего мы это делаем и мне приятно и хочется имея эту мотивацию продолжать снимать и придумывать какие-то выпуски связанные с яхтингом поэтому не забывайте подписаться а мы продолжаем сейчас по нами какая-то погода такая отвратительная дождь прямо наливает все время и каждый день приходится вычерпывать тузик потому что тузик полностью в воде и и у нас вот тут всякое вот такое да и я вам сейчас покажу лодку вот это вот смотрите видите вот это вот зеленая плесень это все появилось ну вот смотрите вот вот это вот все зеленое две недели может чуть больше три недели то есть это все было вымыто палуба была абсолютно красивая просто шикарная а сейчас вот она вся вот этой плесени и причем совершенно неважно чем и умыть она все равно будет такая и посмотрите какая у нас погода вот такое все и лодки все покрываются плесенью это особенность того что мы находимся в климате в зоне низкого давления вот оттуда проходят тучи и периодически наливают попрошу заметить что тент у нас придется менять то есть это все будет под замену и когда мы будем идти в тихом это все мы конечно утилизируем потому что это уже чинить не имеет смысла это просто срезать выбрасывать добавим немножечко реальности в нашу бытовую реальность короче мы сейчас берем наш тузик и едем в магазин здесь в деревне рядышком открылся магазин в котором можно покупать всякую еду я вам его покажу потому что магазинчик реально прикольный и самое прикольное что там принимают кредитные карточки это для панамы ну вот прямо совсем странно обычно здесь только ходит кэш и никак по-другому а здесь она работает ну что что ты готова ехать в поэбло в магазинчик ну погнали ты в этом платье еще по-моему здесь не ходила в этой прекрасной панаме у нас кстати сейчас здесь достаточно холодно что не типично обычно в панаме температура идет 35 днем где-то 35 днем и ну 28 ночью но я вам хочу сказать что сейчас у нас где-то 25 днем посмотрите я одет в рубашке в этом в футболке я думаю за 25 и он дина в платье в черном ты похожа на гракла короче все на самца грахла ты похожа так мы на ночь тузик закрываем то есть мы его сейчас открываем открываем и так вот слева вверху вы видите линтон бэй марина здесь вот мы находимся и вот путь который идет через якоренки и точка которая находится в маленькой деревушке поэбло там магазин на тебе веревочку ну все иди то у нас тузик уже вычерпан между прочим запускается у нас тузик прекрасно я буду ехать стоя потому что смотри чтоб жопа была на целлофане нет спасибо я буду ехать лучше так так все ну что готова у нас здесь магазин находится относительно недалеко туда можно добраться пешком на пешком где-то минут 15 может до 15 где-то мы едем сейчас деревушку через якоринк поворачиваем за угол и мы в магазине вот здесь с левой стороны очень много милей и здесь нужно очень хорошо знать акваторию потому что куча лодок которые бьются винтами и реально очень мелко где-то глубина ну наверное ну я не знаю там полметра еще и этих коралл хэд и торчат магазинчик который недавно открыли китайцы и я прямо в восторге от этого единственный магазин в котором можно карточкой платить это вы о это вы вы короче сейчас вот как раз мы на пирсе идем магазин они вспомнили дети вспомнили они просто вспомнили что мы пару раз покупали мороженое когда они за нашим тузиком смотрели поэтому сегодня дети останутся без мороженое приезжаем у нас там ножом весь деньги вдоль и поперек такой зоро нет забыл надо обычно снимать веревку потому что эти маленькие засранцы пытаются иногда его завести вот этот наш магазинчик спроси у них просто а тут люди так ходят алгорит алгурт вон тубай сам drinks что нам нужно информи мэй биби не похоже ну ладно идем дальше тут его надо взвешивать а сыр ты хотела чипсы закончилось вино в общем у нас получилось 44 бакса вот такой вот пакет с продуктами а что у тебя здесь ну короче вообще на самом деле в панаме нельзя сказать что прямо сильно все дешево то есть такой пакетики в пакетике за 45 баксов в многих странах можно набрать значительно больше еды но все-таки мы находимся как это называется конвенент store то есть магазинчик который находится в деревушке и здесь естественно продукты чуть чуть дороже но в принципе где-то средняя стоимость продуктов в панаме не очень дешевая но вы уже так знаете ну что сейчас мы садимся обратно в тузик и едем пить вечерние свинобланку я буду пить свои я буду пить свое яблорохо цервеса это если закончится мир ты смотри нашим тузиком никто не заинтересовался короче есть такой пирс и вот это все это сейчас бульдозерами закатали и получилась новая такая набережная не знаю что здесь будет парковка думаешь будет но здесь скамеечки раньше стояли а им не хватает места ну все грузимся в тузик ты на ворону похоже сейчас такая прыгал опасная кстати платье в наши ноги здесь нельзя ехать сразу туда потому что здесь мель а вот если мы отъезжаем чуть-чуть в сторонку вот так это деревушка выглядит с воды ну что ракета вот мы и приехали бен вини до касса я держу короче вот так вот выглядит у нас сейчас шопинг вы видите что тузиком и пользуемся как автомобилем а лодка это наш дом то есть мы из дома выезжаем садимся на машину наваливаем покупаем продукты и возвращаемся обратно вот такая вот тут вся история так это все и происходит и так у нас получается бутылка вина две пачки сосисок два помидора два лука авокадо сыр сыр яйца пиво и 4 йогурта еще вот такая вот это непонятная фигня твой замес вот это вот все 44 бакса у нас получилось если молния бьет прямо в лодку то ничего хорошего конечно же не будет вся электроника может сгореть и здесь к сожалению сделать ничего нельзя но есть плюс то есть если вы думаете что лодки имеют как бы заземление и мачта находится высоко и это прямо привлекает молнии то я вам хочу сказать что нет это не совсем так это просто рандомная неудача если в лодку попадает молния потому что лодки не заземлены и иногда даже бывает когда идешь плохую погоду и молния попадает где-то рядом то даже видно как вот это электрический заряд он распространяется по поверхности воды то есть он не идет в глубину это значит что лодки которые имеют свое заземление снизу они даже наверное менее привлекательные с точки зрения попадания молний потому что молнии распространяются по поверхности воды а если у лодки нету заземления то тогда она для грозы в принципе ну можно сказать невидимо но если таки попадет то жесть электроника сгорит может прямо очень много сильно всего сгореть ничего с этим сделать к сожалению нельзя а а а а а а а Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал! Проверяем колокол, так вы будете знать, что мы что-то новое запостили, к вам будут приходить обновления. Коммент, лайк и до встречи уже совсем скоро! Пока! Продолжение следует...